Итак, третья причина того, что не заводится двигатель, это топливный насос. Как определить, что вышел из строя топливный насос? Для этого надо будет вскрыть заднее сидение. После того, как вскрыли сидение, открываем лючок. Здесь стрелка указана защёлкой, которую нужно отогнуть. Нажимаем и снимаем. Затем, конечно, желательно здесь всё продуть, очистить. Затем снимаем штуцер, топливоподводящий шланг к насосу. Снимается он. Две защёлки по бокам нажимаем и отводим в сторону шланга. Затем либо подключаем манометр. Манометр подключается через вот такой переходник. Можно без манометра, то есть со снятым шлангом, но у нас топливо будет вытекать сюда. В таком случае надо действовать аккуратно, чтобы ничего не воспламенилось. Бак, в принципе, находится на улице. Если небольшая утечка топлива здесь будет, её можно будет просто убрать, собрать ветошную, либо продуть. Итак, сняли штуцер и смотрим, идёт ли у нас топливо. Включаем зажигание. Крутим стартером. Топливо не идёт. Но это ещё не говорит о том, что у нас вышел из строя насос. Если топливо не идёт, следует ещё померить, приходит ли питание сюда. Питание подводится проводами силовыми, коричневым и чёрным, плюс-минусом. Нужно померить здесь напряжение. Причём мерить желательно тестовой лампочкой. Так как тестером может, если у нас где-то окисление, провода где-то перебивается, тестером может показать то, что 12 вольт есть, а тестовая лампочка как бы даёт нагрузку. И если у нас где-то небольшое окисление, то питание пропадёт. После того, как убедились, что топливо у нас не выходит, не идёт, Покажи ещё раз, куда встыкается. Включаем тестовую. Вот, два верхних контакта. Вот это у нас на датчик уровня топлива. Включаем сюда тестовую лампочку. И также крутим стартером, смотрим питание. Вот, у нас подкачка сначала идёт при включении зажигания. И затем крутим стартером. Вот, мы видели то, что питание есть. Можно смело менять турбинку. Насос неисправен. Так, мы показали, как определить, что вышел из строя насос. Что делать, если питание не идёт? То есть, мы также включили тестовую лампочку туда же, включили зажигание, крутим стартером. У нас нет питания. Также может быть причина в насосе, но, как следствие выхода из строя насоса, часто бывает, сгорает предохранитель. То есть, если у нас отсутствует питание, в первую очередь надо проверить предохранитель. Находится он под капотом в блоке, под капотном предохранительном блоке. Так, предохранитель находится у нас под этой крышкой. Вот, отодвигаем защёлку и вытаскиваем её. Вот, предохранитель на 25 ампер. Вот он у нас стоит. В первую очередь, необходимо проверить его. Вот, если он сгорел, то с вероятностью 99% проблема в насосе. В таком случае мы меняем предохранитель, снимаем разъём стопленной сборки с насоса и проверяем питание. Если лампочка у нас загорается, предохранитель не горит, меняем насос. Так, если предохранитель целый, также проверяем, есть ли у нас плюс на предохранителе. Плюс здесь должен быть постоянный. Вот, плюс у нас есть. Проблема также может быть в реле. Так, теперь нам необходимо проверить реле. Реле на насос стоит вот. Снимаем его. И, как вариант, заодно проверить цепь. Перемыкаем два вот этих контакта, то есть две вот эти ножки. Провод только по толще можно взять. Вот, и перемыкнув их, проверяем питание. Питание у нас сейчас должно идти постоянно на насос. Плюс должен приходить. Вот, мы перемкнули реле. И видим, что питание у нас есть. Это говорит о том, что цепь от реле до насоса у нас исправна. И проблема, скорее всего, в управлении реле. Также можно проверить и управление. Как проверить, что у нас нет управления на реле? Так, подключаем сначала один конец тестовой лампочки к этой клемме. Другой кидаем на минус, на массу. И включаем зажигание. Вот, мы видим, что плюс у нас есть. То есть плюс приходит, плюс на реле идет постоянный. Тем, нам надо проверить управляющий минус. Для этого подключаем конец лампочки к другому контакту. Вот, и второй на плюс. На минус. На плюс. А, на плюс. И также включаем зажигание и крутим стратегом. Мы видим, что питания нет. Это говорит о том, что у нас нет управления сбоку управления двигателем. Так как он подает на реле минус. Дальше смотреть. Либо провод прозванивать, то есть от этого конца до блока управления. Либо смотреть, почему... Ну, также может быть проблема в имбилайзере и тому прочему. То есть просто блок управления не запускает. Не дает питания. Продолжение следует... Продолжение следует...